Друзья, всем привет! С вами канал Будда Гришна. Диана Арбенина, которая довольно круто выступила после ее отмены концерта в Йошкарале, пригрозив властям, сказала, я буду разбираться, считаю, это диверсии в отношении, собственно говоря, гражданина России. Ей приписывают антивоенные высказывания и концерт в сопредельном государстве, где она извинилась за россиян, об этом пишут в СМИ. И после возвращения Крыма в родную Гавань также она это не поддержала. И вы знаете, когда, по-моему, в Ростове должен был состоять концерт, подключился депутат Государственной Думы, но по какому-то звонку влиятельного фаната концерт состоялся, и, в общем-то говоря, она чувствует себя довольно вольготно, довольно свободно, несмотря на какие-то свои позиции по отношению к тому, что сейчас происходит. Именно, как я понимаю, потому что какие-то, это мое мнение, есть покровители. Да, ну вот, вы знаете, против этого не попрешь, солдаты с передовой из Новосибирска назвали Арбенину опасным врагом. Об этом публикуют на СМИ информацию. В Новосибирске продолжаются споры о предстоящем концерте Дианы Арбениной и группы «Ночные снайперы». Концерт, посвященный 30-летию коллектива, запланирован на 22 октября, должен состояться в локомотив-арене. Местные активисты до сих пор не отказываются от надежды на отмену мероприятия. В протестных выступлениях также принимают участие новосибирцы, находящиеся в зоне операции. Бойцы записали видео, в котором осудили творчество Арбениной и поддержали отмену концерта. Российские солдаты заявили, что певица является страшным врагом страны. Запись была опубликована в социальных сетях. Вот что они говорят. Мы являемся военнослужащими-добровольцами, находимся в зоне операции. Мы против концерта Арбениной, потому что считаем, что это враг. Причем враг опасный. Опасен он тем, что имеет влияние на широкие массы людей. Люди, обратите на это внимание, не допустите такого беспредела. Такие люди не должны находиться в нашей стране, заявляют новосибирские добровольцы в своем видеообращении. Ну и в качестве справки пишут, причиной для стульевских высказываний стали выступления Арбениной в поддержку сопредельного государства. Артистка ранее давала концерт в Киеве, где попросила у жителей сопредельного государства прощения за тех российских коллег, которые не поддержали их. Друзья, вы знаете, в этой истории, конечно, много интересного, потому что, еще раз повторюсь, и мне, когда я, помню, снял первый раз про Арбенину, написали, что мы сейчас, мол, того, что все в одной упряжке выступаем за Россию, но так-то, если взять, когда все закончится, вроде того, что поквитаемся со всеми или посмотрим, это вот после видео про Арбенину. Я знаю, что другим еще писали. То есть, там мощная организация, понимаете? И я считаю, что в данном случае, конечно, что-то противопоставить бойцам на передовой из высоких кабинетов пятой колонии будет очень тяжело и очень сложно. Могут быть местные активисты, могут быть депутаты Государственной Думы, хотя, казалось бы, депутаты Государственной Думы. Но в данный момент времени именно ребята, которые находятся на передовой, конечно, их слово, я считаю, должно быть последним. И к ним необходимо безоговорочно прислушиваться, потому что именно они являются сейчас, знаете, таким ситофильтром, через который проходят те люди, которые либо чисты душой и остаются с Россией, либо нет. Это мое мнение. Друзья, что вы думаете на сей счет? Вообще, на самом деле, это, вы знаете, это вообще абсурд, по сути, потому что с одной стороны, с одной стороны, просто, ну, пятая колонна, по-другому не скажешь, с другой стороны, люди и уже даже бойцы на передовой. Это называется кто кого в этом смысле, да, вот в культурном таком смысле. Конечно, я считаю, что такого не должно быть, и по каким-то звонкам сверху устраивать концерты, я считаю, что люди должны решать. Но, вы знаете, справедливости ради необходимо отметить, что концерты проводятся, и люди идут. Очень много людей поддерживают Арбенину и идут на ее концерты. Наверное, в этом тоже есть какой-то смысл, да? Мы понимаем, что если бы никто не пришел на ее концерт, и концерта бы не было. Но люди идут на концерты, поэтому здесь тоже нужно, мне кажется, задуматься над этим. Друзья, что думаете на сей счет? Пишите в комментариях. С вами был Будда Гришна. Подписывайтесь на канал, кому интересно. Ссылочка в закрепленном комментарии в описании к видео для поддержки канала. Кому нравятся мои ролики, можете поддержать канал Будда Гришна. Подписывайтесь на мой телеграм-канал Будда Гришна. Новости, новости в формате 24 на 7 из всех источников в одном. Политика с моими комментариями, фото, видео, хроника, все последние новости. Телеграм-канал Будда Гришна. Новости, друзья. И у меня появился канал на Рутюбе. Там политика прям без купюр. Можете подписываться, смотреть, комментировать. Канал Будда Гришна на Рутюб. Успехов, здоровья. Всем пока. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова